Сегодня в нашей программе мы расскажем, как энергоэффективные технологии помогают Ричицкому метизному заводу пробивать дорогу на европейский рынок, а также побываем на предприятии «Гомельстекло», где приземляют космические энергосберегающие нанотехнологии. Кстати, в конце июля белорусские металлурги отмечают профессиональный праздник. Среди представителей этой почетной профессии и речицкие метизники. Металлурги, метизники – это не профессия, это стиль жизни. У нас, если посмотреть, то те, кто работают на заводе, они люди определенного склада. Как вы видели, это очень тяжелый труд, напряженный, тяжелый. У нас 70% нашего коллектива, даже порядка 80% работает по непрограммному графику, по 12 часов. То есть это колоссальный труд. Коренной речичанин Леонид Казаченко после службы в армии вернулся на свою малую родину. И вот уже 21 год успешно трудится на Речицком метизном заводе, который по праву называют визитной карточкой города. Речицкий метизный завод, основанный в 1912 году братьями Рик, хорошо известен далеко за пределами нашей республики. Это крупнейшее экономически стабильное предприятие, которое входит в пятерку лидеров стран СНГ по ассортименту специальных гвоздей, а их более 100 наименований. Также это единственное предприятие в Беларуси, где в автоматическом режиме производится горячее оцинковывание труб. Продукцию речицкого метизного завода сегодня можно увидеть в таких странах, как Россия, Германия, Австрия, Бельгия, Италия и многих других. Чтобы удовлетворить годовую потребность Беларуси в метизах, здесь понадобится несколько недель. Энергоносители структуры затрат нашего предприятия составляют порядка 5,2-5,5%. Если учесть, что общая составляющая где-то порядка 84% это сырье и материалы, то можно понять эту грань, что все-таки вот эти 5,2% это довольно-таки приличная цифра, которую необходимо на сегодняшний день пытаться каким-то образом снизить. Пробиваясь через серьезную конкуренцию на европейском рынке, на предприятии твердо усвоили. Усилить позиции можно за счет технического переоснащения и внедрения энергоэффективных технологий. Это и является гарантией качества продукции. С этой целью ежегодно разрабатываются мероприятия по снижению ее себестоимости и экономии топливно-энергетических ресурсов. На сегодняшний момент мы делим наши мероприятия на несколько вариантов. Это долгосрочная перспектива, которая в общем-то подразумевает под собой закупку нового энергоэффективного оборудования, его поставку на завод и соответственно уже установку после проектирования и строительства. Сроки составляют от года до полутора лет, соответственно, скажем так, они желаемые, они необходимы для нашего развития предприятия, но на сегодняшний день мы идем по пути того, что можно, грубо говоря, найти у нас на существующем оборудовании. То есть это замена различного рода двигателей на новые, более энергоэффективные частотники. Направление выбрали по принципу отходы в доходы, а также рациональное использование воды. Ставка делается на чисто заводские разработки и смекалку. Плясать стали, что называется, отпички. Чтобы снизить потребление электроэнергии и природного газа, расходуемых на подогрев воды, изготовили и внедрили два рекуператора. После закупки новой печи термо-химико-термической обработки газовой были выявлены резервы вспомогательных энергоресурсов. Это резервы отходящих газов. Соответственно, была произведена работа именно работниками цеха и конструкторской энергетической службой завода. То есть принципиально были разработаны рекуператоры отходящих газов. То есть энергия отходящих газов используется у нас на подогрев воды. Воды для... Первое это идет АБК предприятия данного подразделения. Это была первая печка, мы на ней, в общем-то, потренировались. И когда в 2016 году поставили вторую печь, соответственно, уже по согласованию с поставщиком оборудования, потому что есть такая необходимость в этом, была установлена вот этот рекуператор. Раньше эти газы просто выбрасывались в атмосферу. Это еще и экологический эффект, потому что вот этот разогретый газ, это углекислый газ, и плюс это парниковый эффект дополнительно, который негативно влияет на нашу атмосферу. Подобные мероприятия внесли весомый вклад в копилку энергосбережения. Более 100 тысяч рублей в год. Остаток тепла применили для подогрева воды на хозяйственно-бытовые нужды цеха завод металлических изделий. Мы берем воду из артезиана, из артезианской скважины частью. И ПДК нас на сегодняшний день обязывает после гальваники очищать воду до концентрации, в общем-то, практически таких, как мы берем из скважин. Поэтому тоже было принято решение использовать, закольцевать эту воду на промывках гальваники и использовать их, в общем-то, для того, чтобы промывать продукцию именно в технологическом цикле. Естественно, для себя мы имеем экономию порядка 20% на водопотреблении и из скважины добычи воды, и на сброс канализации. Это приличные деньги, порядка где-то 30 тысяч белорусских рублей и погоду экономится. Результатом совместной работы конструкторской, энергетической и строительной служб предприятия стала модернизация печей-отжига в цехе специальных крепежных изделий, где изготавливают саморезы, используемые в разных отраслях строительства и промышленности. Мы модернизировали на главной площадке завода 8 колпаковых печей. То есть, опять же, конструкторские, энергетические службы завода поработали и спроектировали, в общем-то, полностью футеровку колпаковых печей новую, принципиально новую из новых жаропрочных материалов. Соответственно, имеем тоже экономию электроэнергии на данный момент больше миллиона киловатт в год, где-то миллион двести киловатт в год на 8 печах на этих, соответственно, с вытекающими из этого суммы больше двухсот тысяч белорусских рублей. В целом получили хороший результат. По итогам прошлого года экономия на предприятии составила почти пятьсот тысяч рублей. Начало текущего года также дает хорошие прогнозы. Так, за первый квартал при доведенном целевом показателе по энергосбережению минус пять с половиной процентов фактически составил восемь процентов. Сэкономленные энергоресурсы в цене составили более ста двадцати тысяч рублей. Есть все основания полагать, что плановый показатель по энергосбережению за 2019 год речицкие метизники выполнят достойно. Ведь на предприятии обновляется практически все. Неизменным остается лишь логотип РМЗ, как символ вековой истории и прочного, как гвоздь, характера речицких металлургов. В первой декаде августа профессиональный праздник у строителей. Среди них важное место занимают и гомельские стекловары. Ведь сегодня невозможно представить современное архитектурное сооружение беспрозрачной и красивой продукции предприятия «Гомельстекло». Это поистине универсальный продукт, который применяется в стеклопакетах, конструкциях, элементах современной мебели, транспорте. Гомельский стеклозавод основан в 1933 году в поселке Костюковка, который расположен в 15 километрах от областного центра. Сегодня это одно из крупнейших предприятий в Европе и единственное в Беларуси как производитель листового полированного стекла. Предприятие постоянно развивается. Только за последние десятилетия здесь был реализован один из крупнейших инвестиционных проектов. Мы находимся именно в том месте, где все и начиналось. Начиналось это с того, что первая модернизация начиналась с строительства линии полированного стекла номер два. На каждом месте мы находимся, увидимся со стороны ее. Это одновременно построена, была запущена эта линия в 2010 году. Одновременно было построено еще дополнительно много комплекс инженерных сооружений. Это цех защитных атмосфер, новые, санкции оборотного водоснабжения, газораспределительный пункт. После строительства данного комплекса оборудования пошла модернизация линии номер один, которая у нас раньше до этого была пущена в 1996 году. И запустили мы пуск этой линии, произошел в 2013 году. В ходе выполнения государственной программы модернизировали старые цеха, создали новые линии, построили своего рода эксклюзив – комплекс газоочистки и две мини-ТЭС. Кстати, вторую теплоэлектростанцию запустили совсем недавно. Как результат – двойная выгода – экология плюс экономия. Пыль дымовых газов, которая в прямом смысле вылетала в трубу, теперь возвращается обратно в производство. А за счет температуры отходящих дымовых газов вырабатывается тепловая и электрическая энергия. Мы находимся на теплоэнергетическом участке в пультовой комплекса мини-ТЭС. Отсюда производится управление котлом-утилизатором, вспомогательным оборудованием его и турбиной. Отходящие газы греют котел, то есть вырабатывается пар, он идет по трубопроводу второй категории, подается на турбину и на генератор. Вырабатывается электроэнергия и после первой ступени турбины происходит отбор пара на тепловые нужды завода. Вырабатываемая электроэнергия дешевле порядка на 23-25% от того, что мы покупаем. Покупной электроэнергии, которая приходит у нас с Гомелинера. Это оборудование, которое установлено на нашем предприятии, приносит к нам действительно экономию топливно-электрических ресурсов, потому что не надо ни покупать, ни электричество гораздо дороже, чем сейчас у нас мы покупаем. И плюс ко всему мы не жгем на котлах газ для того, чтобы выработать тепло и включить отопление. То есть этого у нас нету, мы чисто работаем на температуре отходящих газов, а технологических печей, которые выпускает наше полированное стекло. 18% потребления электроэнергии всего предприятия, всего завода. И 88% тепловой энергии покрывает полностью работа МиниТЭЦ. Нововведения позволяют заметно снизить затраты, повысить производительность труда, осваивать новые виды изделий. Так в ноябре 2016 года ввели в эксплуатацию автоматизированную линию по производству стекла с покрытием. Появилась возможность выпускать инновационные виды продукции – энергосберегающее, солнцезащитное и мультифункциональное стекло. Это вот образец мультифункционального стекла, который мы освоили в прошлом месяце. Вот мы проводим часовые испытания, подготовку к сертификации. Это стекло самое сложное из всех видов продукции, которое сочетает в себе функции и энергосберегающего стекла, и стекла солнцезащитного. И решает две задачи – защита от солнца и энергосбережение. Подобная нанотехнология была разработана для защиты космонавтов от вредного ультрафиолетового излучения. Сегодня она, можно сказать, в промышленных масштабах вышла на конвейер гомельских стекловаров. Мощность высокотехнологичной немецкой линии составляет 8 миллионов квадратных метров продукции в год. Стеклоэнергосберегающее – это массовый продукт, который в последнее время очень популярно используется в производстве стеклопакетов с целью энергосбережения. То есть это тот продукт, который позволяет экономить на энергоносителях. Есть уже расчеты, которые подтверждают, что до 30% экономия за счет использования энергосберегающего стекла. Это совершенно новые продукты для гомельских стеклов. Доля этих продуктов выросла до 20% в общей доле производства. Мы окончили модернизацию, а дальше уже будем думать, что дальше в планах. Развивать предприятие необходимо по-любому. И развивать новую промпереработку. В планах есть определенная закупка оборудования, потому что выпуск полированного стекла является сырьем для всех промпереработчиков. А выпуск продукции с повышенной надбавленной стоимостью – это всегда плюс экономики предприятия, плюс экономики всех жителей поселка Костяковка и также работников всего предприятия. Сегодня стройматериалы и прежде всего стекло особенно востребованы на рынке. Использование стекла с покрытием – одно из важных и перспективных направлений энергосбережения. Оно помогает сохранять тепло и при строительстве новых зданий будет активно внедряться в нашей стране, а также зарабатывать валюту. 90% объема производства продукции гомельских стекловаров успешно реализуется на рынках СНГ и Европы – всего в 20 странах мира. Таким образом, ОАО «Гомельстекло» смело заявляет о себе как о достойном конкуренте, который не уступает по многим параметрам – технологиям, энергосбережению и эффективности производства. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова